Коммунальное предприятие Харьковское известие, я уже не раз рассказывал, еще раз повторюсь, издает три раза в неделю газеты Харьковское известие, 12, 16 и более полос. Специальные выпуски газеты, ежедневные телевизионные новости Харьковского известия, отдельные телевизионные программы, а также информационно наполняет сайт Харьковского известия. Вы можете в микрофон говорить? Да, вроде бы говорю. Даже ежедневно выполнение этой большой работы предусмотрен штат творческих и технических сотрудников. Сегодня у нас 10 вакансий, и они не заполнены прежде всего по большой нагрузке, которая на журналистов ложится, и при невысокой заработной плате. Средняя заработная плата в уходящем году составляет 4600 гривен. За минувших два года, только за минувших два года, у нас уволилось 22 человека. Большая часть из них – опытные журналисты, которые пришли на более оплачиваемую работу, в том числе во все украинские журналистские коллективы. Статистика средних зарплат в декабре 2016 года по Харькову выглядит так. Я беру те специальности, которые используются у нас в работе. Специалисты в области компьютерных и интернет-технологий – от 8000 до 8600 гривен. Дизайн творчества, где работают наши специалисты – 6800-9700. СМИ-издательство – 6500. Когда было обсуждение комиссии, я попросила подробный годовой бюджет газеты, который предусматривает рассмотрение всех статей расходов. Когда работала наша комиссия, мне этого не было предоставлено. И голосовали без этого. Я считаю, что это неправильно. Ни один из, извините, директоров КП такого как бы себе не позволил. Я хотела, мне было интересно узнать, какая идет аренда, оргтехника помещения, печать газет и так далее. Потому что требуется увеличение все-таки на 4 миллиона. Второй вопрос. Харьковские известия заявлены как газета Харьковского городского совета. То есть она, как я правильно понимаю, освещает деятельность всех заинтересованных сторон. В том числе и деятельность всех четырех фракций, которые представлены в горсовете. У меня есть ли какая-то распоряжение статистика, сколько депутатам фракции, наш край, нашей фракции, фракции «Солидарность» было предоставлено место в этой газете, выступлений, печати и так далее. Мне интересна эта статистика. И последний вопрос. Каким образом будет происходить разгосударствование КП «Харьковское известие»? Я знаю, что было собрание трудового коллектива, и оно назначено на начало, если не ошибаюсь, 2018 года. Это три вопроса. Все. Спасибо. Мы будем сейчас голосовать. Могу только предложить фракциям следующее. Если есть заинтересованность фракции в освещении их деятельности, в газете «Харьковские известия», официально, есть же руководитель фракции, Ситенко, подписал материал, передал его в «Харьковские известия», и он там будет опубликован. Не передал материал, не опубликован. И тогда мы с вами снимем все противоречия.